так давайте посмотрим что холодильнике я умею правильно расставлять приоритеты и дружить и с олигархами у меня ощущение что мы зашли в гардеробную к японцу в таких моментах и конечно сильно не хватает до старт салем сегодня мы идем с вами в гости главному организатору самых модных мероприятий нашей страны известному фэшн-продюсеру и дизайнеру сакена жак сабаева соединяем пожалуйста подождите почему у меня в руках тапочки потому что сегодня у сакена день рождения как видите дверь открыта значит нас ждут но мы все-таки людей воспитаны позвоним 48 лет 48 лет но вы знаете друзья сегодня мы узнаем всю биографию сакена жак сабаева посмотрим его спальню его гардероб в общем все 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 что вы хотели узнать сегодня вы об этом узнать поэтому не переключайтесь ставьте лайк пишите комментарии это же как у куку шанель у нее ж такая была шерва антикварная сколько лет я думаю что я не знаю я думаю что очень вот тоже числе антиквар это во времена была мария антонетты это из франции это из франции привезли гену это подарили на день рождения в общем я поняла сакену можно дарить все что больше ста лет дома есть какой-нибудь или умножить мой возраст на 2 до умножайте на 2 и просто тащите все что дома есть так сакен это что такое это по любовь к посуде у меня как получилось меня у меня мои родители свое время как когда они мы жили в северном казахстане я вообще родился в плесновке это районный центр такой северок астанской области там родился сабит муканов габит мысрепов иван шухов да такие кладези казахской советской литературы и моя мама очень любила красивую посуду и как-то советское время они же все занимались какой-то был я называю такое советское мещанство у всех должен был сервис одинаковый мадонна чешских хрусталей если но это могли себе там обеспечить югославская там мягкая мебель стенкой и не ради мои родители в этом плане очень тоже любили быт то есть тратили деньги на контакты вот на красивые что их окружала и любовь к посуде это от мама у меня и мы всегда накрывали очень красивую посуду и свое время когда дом эрмес выпустил эту коллекцию коллекция называется гвадалахир это вообще по идее это узоры ставень в испании и вот это фрагмент узора ставень и они вынесли и тогда когда дом эрмес сделал эту коллекцию нет очень сильно понравилось я был тогда барселоне в мадриде и я тогда это увидел я сказал господи я хочу я и тогда моя коллекция началась вот с одной чашки карте с одной тарелки и она потом переросла можно сказать что сакенжик свайл коллекционирует да я коллекционирую здесь на столе сейчас на 70 тысяч долларов но это не все еще как булочка твоя квартира здесь поэтому можем продать твою квартиру и или можем продать сервис и купить еще одну квартиру вот я соберу собираю и потом мои друзья это не могу сказать что я прям вот все взял и собрал потом друзьям потихонечку узнают что дарить и потом очень удобно например люди приходят ну например в алматинский бутик р.м. и там директор и сайжана бушамина вы и они на в курсе они говорят а что чего нету сакена молочки например и курницы не хватает и вот так потихонечку собирает где вы учились у нас же нет школ где обучает ивентом у нас нет университета где готовят организаторов событий да то есть событийных продюсеров вот где вы этому учились но я всегда еще раз повторюсь я скажу что я всегда учусь ну во время своих путешествиях когда я посещаю самые лучшие рестораны я всегда смотрю как подают блюда как вы на как работают официанты как работает гардеробщик заселяет всегда стараюсь заселиться в самые дорогие отели самые лучшие почему поскольку ты проведя например там три дня в дорогом отеле потратить много денег но я за это время там учусь как работает был бой то есть это как курсы на курсы но я покупаю курс за три дня но я там живу наслаждаюсь отдыхают за мной за мной обслуживают мне предлагает самый лучший сервис который есть на этой земле но при этом и я вытаскиваю оттуда много больше чем они мне дают поэтому я когда поселяюсь например жорж сант или в плаза от и не или one and only я всегда мандарин ориенталь я всегда оттуда вытаскиваю как как салфетки например я вижу что вот в салфетках красиво какой-то логотип там телефон указания так раз технично эту салфетку себе люди думают что я беру там потому что у меня салфеток дома нет но я делаю потому что это я хочу показать своим ребятам в офисе сказать ребят давайте на следующий ивент давайте сделаем вот так давайте нанесем так потом и этому я учусь когда я путешествую и все это вижу и стараюсь принести все это в нашу страну вы коллекционируете идеи до коллекционируете впечатления и хороший профессиональный опыт которую уже где-то если мы приглашаем 50 человек вот попункт надо вот с чего начинать первым нужно выработать идею концепт в каком стиле это будет да то есть вы выбрать какую-то картинку от чего это все будет двигаться вот например у нас вот видите да да вот сейчас ребят установили этому так закрываем аппаратуру чтобы ничего не было видно чтобы это будет стоять диджей образно то есть вот получается вы исходили от этого претивки да это идея или ты цветы и посуды гартензии посуда декор менюшки все будет в таком стиле затем выработали стиль потом подбираем наполнение то музыка какая будет я выбрал музыка что музыка должна быть ли даст там нужно захлёст делать лишь скатерти и потом все вырабатывается собирается все в одно в одну единую историю сначала идея концепция да да тем декор декор музыка музыка меню и отдельно уже идет уже проработка меню потому что ну поскольку же мы все в таком такой light italian такой муд соответственно мы должны подобрать и меню соответственно это должно быть там закуски main course у меня это честно говоря это нету сегодня домработница должна чуть позже подойти на это моя кухня но она такая классная такая просторная я хочу сделать комплимент очень уютно у сакена и вот я обожаю вкус сакена потому что я вот правда говорю что я смотрю подсматриваю потому что сакена у вас просто очень крутой вкус да спасибо да мне кажется вот у сакена настолько вот он много путешествовал так много видимо насмотрелся что база данных она такая полная но я всегда стараюсь чему-то где-то научиться и посмотреть а потом я очень люблю поскольку сильно устаю на работе от общения с людьми мы все-таки очень много отдаем энергии и и чтобы восстановить вот этот опустевший сосуд и всегда хуях всегда есть желание быстрее максимально быстро вернуться домой и дома должно быть уютно поэтому я переехал в сентябре прошлого года сентябре прошлом года скоро будет так красиво здесь за это мрамор а кто занимался интерьером а дизайн просто всего проекта делал дом джан-франко ферре итальянцы это все ферре это все ферре все ферре так давайте посмотрим что в холодильнике у сакена же варенье с петропавловской варенье малиновое я тоже люблю малиновое варенье камаз друзья мы уже взбивать так ну мы любим я так понимаю пасту и шампанское шампанское это вот все-таки свинский атрибут или любите алкоголь я по своей сути я очень такой 15 минут я всегда боюсь очень людей в любой компании почему я не знаю я боюсь людей я даже на своих ивентах я когда вижу много стал мне нужно какое-то время чтобы адаптироваться поэтому наверное какая-то зависимость к шампанскому на их когда выпиваю бокал шампанского холода я расслабляюсь и мне начинается становиться комфортнее я думаю что это звонок сакен невозможно быть успешным и делать бизнес в одиночку любой бизнес любой успех приходит через людей очень коммуникабельный человек у вас очень большой круг общения да что для вас энергия синергия это наверное во первых я бы не добился вот таких глобальных масштабных успехов моем понимании да все это же так субъективно но я считаю что я довольно очень успешный человек у меня успешная компания я работаю 18 лет учитывая то что я приехал в алмату вообще один у меня нет родителей нет высокопоставленных родственников да там и наверное главный успех это и и с энергией и энергия в чем да это наверное те люди которые со мной работают это наверное команда все сейчас очень любят использовать такой хэштег dream team там май май тим там команда мечты или команда с командам и силу ну такое да все поэтому я очень рад что мне моей компании собрались люди которые работают со мной после но по 16 15 лет у меня есть люди которые вот работают со дня основания моей компании и это наверное дает мне силу ту мощь которую вот позволяет быть наверное главным но игроком в области фэшн индустрии нашей страны в плане организации ивентики да там я касаюсь что касается дизайнеров у нас очень много талантливых одаренных дизайнеров учитывая что я как мы заметили у меня нет академического образования и я это не скрываю абсолютно это признаю и наверное умение правильно вести бизнес умение правильно расставлять приоритеты выстраивать как сейчас модно из такого слова нетворкинг да умение дружить умение общаться наверное это и есть залог успеха поскольку я еще раз повторю не я это придумал все все знают и все великие бизнесмены у которых я учусь у есть очень много бизионеров людей людей для пример да они всегда говорят что твой личный нетворкинг это и есть где-то в большой степени ну твоя удача и твой успех поэтому я меня кто-то некоторые друзья в открытую называется швейцарией кто-то говорит что я очень гипер конъюнктурный человек но я умею правильно расставлять приоритеты и дружить и с олигархами и дружить с очень известными людьми в этой стране но и при этом оставаться иметь друзьях людей которые вообще никакого отношения большинной индустрии или к люксу не имеют однажды в инстаграм мы написали о том что вы сожалеете что ваши родители не увидели успеха которого вы добились балматы в казахстане рано потеряли родителей но так получилось что мой папа ушел когда мне было 15 лет я заканчивал тогда школу и поступал в университет а мама ушла когда мне было 28 29 то есть я считаю что это очень рано но я еще раз повторю что вначале ушел папа и конечно нельзя так говорить но как-то рядом осталась мама которая вот нас она как-то оберегала и и старалась я не знаю каких и это оставалось сил усилий эмоции потому что наши женщины казахстанские они же такие все терпеливые все внутри никогда свои эмоции не показывают там ну и я не знаю каких ей трудов и сил это стоило чтобы держать дом обучать нас жить на том же уровне как еду папа я думаю это было очень очень тяжело и видя все это я не хотелось наверно сейчас это показать чего я добился и вот таких моментах и конечно силы не хватает и я всегда такой думаю ну вот когда сдаю какие-то большие проекты такой получаю большие гонорары путешествую и всегда мне вот эти моменты меня не хватает петропавловск часто вспоминаете а петропавловск я я езжу туда редко поскольку все близкие родственники они глобально переехали за мной в алмату и все племянницы сейчас живут здесь сестра у меня находится здесь и у племянника семья тут у него вот сын родился кстати у него сын родился и они назвали в честь моего отца но поменяли имя назвали его мы его созвали едриас они назвали его через и и дрис как и дрис альба я сокращенно его зовут дрис поскольку у меня есть любимый бельгийский дизайнер дрис ван ноутон и но я связь поддерживаю поскольку у нас как-то на севере мы все сплоченные потому что там казахов всегда было мало и все старались как-то дружно жить и всегда коллега по работе по работе у папы был почему-то лучшим его другом и мы становим мы были как-то друзьями родители были друзьями я даже знаю например там семью же гепаровых у них тоже есть сын сакенжик гепаров я сакенжик сыбаев и недавно вот моя сестра вернулась петропавловская ну там мы постараемся поддерживать и я с там стараюсь всегда кому-то позвонить из родственников спросить как у них дела здравствуйте наш динара гульнара моя сестра родная сестра сакенжик с вами во сколько в семье у нас мы сейчас вдвоем вдвоем да сакен каким был в детстве очень любознательный очень шустрый очень хороший спокойный мальчик у нас детство толчеткий человек у вас какая разница 8 8 лет да вы его не ругали в детстве нет нет вы ругали ругались да ругались да кто будет делать мыть пол братишку ругал я всегда я мыл почему-то всегда я убирал заметил что кто моет полы всегда в жизни хорошо устраивает у меня ощущение что мы зашли в гардеробную к японцу потому что слишком перфекционизирована здесь но я бы не сказал я очень люблю порядок во первых я очень люблю я очень люблю порядок у меня все идеально сложно сегодня здесь бардак почему вот видите поскольку вчера я же знал что вы придете ко мне в гости я выбирал джинсы и джинсы не так сложно так сложно хотя они для меня вот для человека тоже творческого для меня это нормально это порядок на футболке так сложен это вообще я в шоке просто я в шоке это я люблю очень сильно футболки в футболках я знаю толк разбираюсь идеально так сказать потом приходится второй раз да да то есть вот так вот сложен до второй раз тренировали дача ну человек который занимается может номера сейчин дам видите все очень 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 скромно так а здесь у нас что здесь у нас тоже ноу-нэйм посмотрите мечта до в общем сакенджик субаев инвестирует в недвижимость но не футболки футболки простые да нет футболки есть вы знаете есть который я к нам ну на постоянку нашел а из футболки такие например там лимитируем как вот это вот лимитированная футболка на я не умею так красиво складывать но я просто это вот футболка очень культовая во-первых моя майк моя марка night сейчас такая знаменитая и это довер street market очень культовый японский магазин основательница бренда ком де гарсон рейкова кубы у нее есть магазины в нью-йорке и в токио париже нету и есть в лондоне нью-йорке и в токио кажется я этот купил эту футболку купил у нее у нее в нью-йорке очень культовый вообще очень люблю футболки здесь обувь которые я выгуливал недавно кстати у вас же друзья в лос-анджелесе живут они работают это мои близкие друзья айша и марат шайхметовы они они являются родственниками известной семьи династии шайхметовых и мы вот недавно вернулись лос-анджелеса и наши друзья вот марат я и шани работают с известным мировым музыкальным артистом как к нью-йорке и вчера друзья мне написали ровно в 12 часов по времени казахстана а в лэ это было я не знаю сколько там времени так кажется 10 утра 10 утра не забыли написали было очень приятно было очень трогательно друзья мои ну я вот честно говоря такой порядок первый раз вижу так и чтобы все было очень четко все выглажено все собрано это же просто идеальнейший порядок это вот так у домработница ну и я стараюсь тоже там прийти помочь но это это носки которые я там недавно приобрел здесь у меня ну платки которые платки дано платки тоже все сложено очень аккуратненько здесь начало посмотреть уже проза идеальнейший порядок да вот здесь платки которые жизни тоже так все да я очень в этом плане очень педант мне кажется мне какие-то кент вы же начинали вообще свою деятельность уже что-то продавали да я насколько я знаю косметику нет мы я не продавал я работал в петропавловске был очень крутой крутой магазин это как сакс фивз авеню в алматы тогда магазин назывался евромода вы представляете в петропавловске такие бренды там том кляйн альберто феррэйти ну вот известные итальянские бренды которые тогда только знали знали единицы и мы работали кстати там работал роман александров мой земляк мы работали вот вдвоем с ним в одном магазине затем работали продавцами мы работали продавцами это какой будет это сейчас скажу 96 97 год то есть вы начинали получается с торговли с торговли мы работаем мы равно мы начинали вы знаете где это был это было не комодниц северного казахстана тогда там Акимом в Северко-Санской области был Даниил Кенжитаяч Ахмедов. Так все очень уютненько, так все, ну, я не знаю, прям хочется здесь, наверное, тяжело выходить из дома, да? Очень в этом плане, как сказать, такой педант, и я просыпаюсь практически в одно и то же время. У меня все по расписанию, и я четко знаю, что я расписываюсь в рабочий день с 11 утра. Почему? Потому что я в это время уже добрый. Бодрый. Добрый. 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 Что немаловажно. Важно, да, и я стараюсь сделать все с 11 до 4. Это у меня такой пик активной, умственной, бешеной работоспособности. В общем, друзья мои, если вы захотите работать с Сакеном Жихсабаевым, вам нужно обращаться с 11 до 4. Друзья мои, это шиншилла? Это шиншилла. В общем, здесь, знаете, не хватается болиных тапочек. Да? Да. Сакен, ну вот смотрите, вы начинали продавцом. Да. Я еще знаю историю, мне Комбат Арсан рассказывал, что вы работали барменом. Да, барменом я работал, когда мы с Комбат, когда был первый китайский ресторан в Петропавловске. И поскольку мы, вот и Комбат тоже, да, мы хотели быть финансово, наверное, благополучными студентами. И чтобы не засматриваться на рты богатых детей, которые учились в университете, мы старались тоже, чтобы жить на должном уровне. И поэтому в 7 утра мы были в университете, работали, учились до 2 часов дня, заканчивались лекции в 2. И все, я в полтретьего садился на такси и ехал, работал барменом всю ночь. И домой возвращался в 4 утра, принимал душ, ложился спать. Потом утром опять, и в 8 утра я уже был практически в университете и так постоянно работал. Зарабатывал деньги. Кто знает меня по Петропавловску, я очень модно, стильно одевался. Я снимал квартиру, я студентом был, у меня была отдельная однокомнатная квартира. Жил очень хорошо. Роман Александров, вы же вместе начинали, и он тоже из Петропавловска, но вы почему-то перестали общаться. Почему? Ну и мы с Романом познакомились, когда я учился на втором или, кажется, на первом курсе в СКГУ, это тогда Северо-Костанский государственный университет, я с ним познакомился. Я помню, тогда в Петропавловске были такие знаменитые КАЗ-вечера, где собирались дискотеки казахской молодежи, почему-то это было так. В ДК «Машиностроитель», это такой был район, такой был северный в Петропавловске. И на этой дискотеке я познакомился с Ромой, и он был со своими девушками, подругами, я был с друзьями. И мы познакомились, и мы дружили. Потом он, кстати, переехал в Алмату раньше, чем я, кажется, или на год, или на полгода. Мы общались. Ну, Роман, он... В жизни людей есть всегда какая-то категория людей, которые... Ты думаешь, что они будут всю жизнь с тобой, ты думаешь, что это дружба навеки, и ты, как мушкетер, клянешься на крови, на шпаках, что до конца жизни, мол, здесь столько поэзии, столько авантюризма и геройства такого, да, иношеского максимализма. Но потом ты взрослеешь, жизнь вносит какие-то корректировы, у тебя появляется бизнес, у человека появляется такой же сопутствующий бизнес, и здесь начинается конфликт интересов. И от этого никуда не деться. Есть умные люди, которые, наверное, это правильно гармонируют, но мы, наверное, я и он, наверное, мы как-то... Где-то в какой-то момент... Не поделили рынок. Не может, не поделили, мне делить-то было особо нечего, потому что на тот момент моя компания была уже известна, мы занимались организацией Вентика, он был тогда журналистом, он хороший журналист, у него хороший слог, он хорошо, красиво пишет. Но в какой-то момент он решил тоже заниматься организацией ивентов. Я думаю, тут, наверное, в тот момент... Вам это не понравилось? Мне это не понравилось, и... Причем я ему давал советы когда-то в свое время. Но, наверное, не хватило, может, где-то мудрости, где-то правильно расставить. И из-за вот этой истории, я еще раз говорю, умные люди, может быть, как-то там переговорили, обговорили, это сейчас с точки зрения, да, там, потому что сейчас ты без эмоций говоришь, ты говоришь уже с точки зрения сегодняшнего времени, там, с точки зрения даты даже 15 июня 21-го года, но тогда мне казалось, это было... Мне было больно, это мне было непонятно. Мне казалось, почему? И мы как-то перестали звонить друг другу, потом переставали интересоваться. И вот когда ты начинаешь не интересоваться, не звонить, не общаться... А дружба – это же такой момент, это большая работа. Нужно всегда спрашивать, как у тебя дела. Это вот как костер, его нужно всегда подогревать, чтобы жизнь кипела, и тогда и дружба будет такой прям горячей, интересной, эмоциональной. А если вы видите, что вот ваши друзья, ну вот со своей стороны, не подкидывают дровишек? Я, я, я в какой-то момент у меня тоже устает рука, подкидывает эти дровишки. Это, это ковер моего дедушки. А-а-а, классно. Ковру 120 лет, наверное. Это ковер моего дедушки. Дедушка, все думают, что это ковер Эрмес, потому что... Я, кстати, да-да-да, я, кстати, тоже у Аташки недавно забрала ковер. Это ковер моего дедушки, Нурмбета Жексубаева. А-а-а, он не был коммунистом, да, их раскулачивали. Откуда эти дырки? И когда приходили коммунисты, их раскулачивали, они бедные угоняли своих лошадей в леса, чтобы не забрали коммунисты, и прятали все свои пожитки... Сундук или под землю? Под землю. И какой-то вот один из таких набегов коммунистов, мой дедушка спрятал ковер под землю. И они на три или четыре дня задержались в ауле у них там. И немного... И вот мыши краели. И этот ковер, когда я переезжал в 2003 году в Алмату, и когда у меня появилась моя первая квартира, первым делом, что я перевез в Петропавловск, это был дедушкин ковер. Класс. И сколько ему лет, интересно? Ковров где-то 120, 130. Я считаю, что это наше, знаете, национальное достояние. К сожалению, вот таких ковров уже нет. Потому что моему дедушке уже... Его уже нет лет 30, и он умер в 98 лет. Это сколько? 128 лет тогда ковру получается. Потому что ковер, он говорит, что ковер он получил, когда уже он был. У вас несколько гостевых комнат. Да, здесь это... Я ее придумал как гостевую, но сейчас, поскольку родилась другая идея, здесь будет комната для кино. Я хочу полностью ее переделать и все убрать. Изначально думал, что пускай будет гостевая, но гостей нет. Гостевая пустует. И здесь будет комната... Ну, сейчас почему-то здесь устроили для постирок. Ну, смотрите, Сакен, вы же настоящий казах, и у вас родственники, которые приезжают из Петропавловска. Из Петропавловска. Да, вот племянник живет сейчас в вашей квартире. В квартире в той? Да, в другой квартире. Кстати, вот вчера они пришли, меня поздравили, мне было очень приятно. Ко мне приезжают гости, и когда гости... Кстати, вот когда приезжают гости из Петропавловска, они находятся в этой гостевой, потому что она такая более... И снова натуральный мех. И снова натуральный мех от Жан-Франко Ферре. Да, от Жан-Франко Ферре. Слушайте, ну, вот видно, что все со вкусом, все фирменное. Знаете, я смотрела интервью Ким Кардашьян и Кеннивест, то есть у них там квартира просто белая, да, но такие какие-то уникальные вещи. Да, они очень увлекаются. Вы их собираете? Вот говорят же, скупой платит дважды. Вот вы не покупаете дешевые вещи? То есть или вы... Как вот объяснить то, что вот, допустим, здесь не просто там консоль, да, именно Жан-Франко Ферре? Ну, я очень правильно отношусь вот к вопросу денег, да. Я лучше подожду, я лучше постараюсь накопить, я лучше постараюсь где-то сэкономить, где возможно. Постараюсь где-то саккумулировать правильно финансы. Больше поработать, раньше проснуться, сделать на один ивент больше, где-то отвезти мероприятие, но купить абсолютно качественно хорошую вещь, которая прослужит мне долго и от которой я буду получать удовольствие. А не так, там, купил, она год постояла, и она рассыпалась, и ты выкинул. Нет, я лучше... Лучше пускай у меня будет ничего, лишь бы стояла какая-то вещь, так, для галочки. Поэтому я еще, вот даже если вы... Вот мы гуляем по квартире, есть какие-то моменты, где еще не повесили картины, где-то есть еще какие-то недоработки, поскольку я год только живу. Но поскольку я очень трепетно к этому отношусь, это мое жилище, и я хочу, чтобы каждый угол меня радовал, и я получал удовольствие. И дом, я еще раз повторюсь, почему я люблю возвращаться, и вот вы говорите, здесь вам комфортно, да. поскольку я именно здесь питаюсь, наполняюсь энергией, и могу потом завтра выйти на улицу, да, там, и полон энергии, идей, каких-то правильных эмоций, и приступить к совершению новых, там, проектов, и снова восхитить город, страну. Редактор субтитров А.Семкин